Логика подсказывает о том, что любые по узнавлению Европейского союза или Соединенных Штатов Америки по наведению мира на Кавказе, это исторический логический цикл, он всегда приходит между особенным воином или между государственным воином. Я думаю, что она имела в виду вот это. Второе, конфликтная ситуация между Азербайджаном и Арменией, это их внутренний конфликт, который не решает способом дипломатических отношений, где третийским судьем выступает миротворческая сила Российская Федерация. Так вот, Запад поставил задачу вытеснить Российскую Федерацию из Южного Кавказа и ввести туда своих миротворческих сил. Давайте зададимся вопросом, если туда войдут голубые каски НАТО, они кого будут защищать? Они будут защищать те силы, которые им лояльны в данной ситуации. То есть там разгорится новый конфликт именно под эгидой уже новых миротворцев. Это допустить нельзя. И дело в том, что сегодня общепринятым мировым сообществом о том, что миром на Кавказе занимается Россия, выброс ее оттуда, это политическая задача Запада, и это именно та хамство, которое отношение России. То есть России никто не советуется, России никто не вставит. Ее действия пытаются предоставить абсолютно легитимными. Это два. Последнее. Дело в том, что и Азербайджан имеет внешнего куратора, которым выступает Турция, и Армения имеет внешнего куратора, данным на сегодня выступает ОДКБ и СНГ, в которые он ходит эти две международные организации. И ставится задача оторвать Армению от ОДКБ, ввести ее в зону влияния ЕС, распространить туда свои ценности, как это было на Украине. Ну я буду говорить прямо о тех, что произвести там какие-то правительственные перевороты и ввести туда свои войска под эгидой миротворцевских операций. Вот и все, что я вижу в этой ситуации. Хамство заключается в том, что с Россией никто не советуется, Россия пытается решить мандат о миротворцев. Редактор субтитров А.Семкин